Наш спикер QWERTY он часть проекта Checkmate. Они изучают джелбреки для айфонов, айфоны они достаточно закрытые обычные и их достаточно сложно рутировать. Много технических людей пробуют доступить их и все время есть такая игра как с котами и мышками между людьми, которые находят джелбреки и Apple, которые причинят эти джелбреки. Этот джелбрек специфический, потому что его нельзя починить. Так что я буду приглашать вас сегодня к QWERTY и как они решили эту проблему. Пожалуйста, приветствуйте QWERTY. Так что сегодня я буду вам говорить насчет одного специфического трюка, который Secure ROM не любит. Мы уже дали этот ток на другом конференции и вы можете загрузить всю информацию на checkrate.in. Меня зовут Лука Дудеско, aka QWERTY. Вы можете меня найти на IRC, в чат-канале на IRC crackspy.kim и на Twitter at QWERTY URIPZ. Я независимый security researcher, я смотрю на iOS и я провел много времени в iOS. Я там был достаточно много, здесь уже десятилетия работаю в этой сцене. Сегодня я здесь даю доклад с работой, которую другие люди сделали со мной. Этот доклад не было бы возможно дать без работы от Axiom X и Little Alo, которые помогали нам независимо, и Segusa, которая нам помогала с стратегией эксплуатации. Дополнительно я хотел бы сказать спасибо для CheckRain команды, которые построили инфраструктуру, которая нам дала возможность вам давать jailbreak, который просто использует и работает. В команде CheckRain у нас очень много разных researchers iOS. Там больше, чем эти, но эти главные контрибуторы. Все знания, которые мы нашли с этой группой, достаточно интересные. Это, наверное, самая интересная команда, которая когда-нибудь сработала в моей жизни. Так что, я думаю, тоже важно им дать знать и им сказать спасибо. Спасибо. Так что мы начнем говорить насчет, что такое SecureROM. SecureROM – это самый первый код, который начинает экзекутировать, когда ты включаешь свой телефон. Это минимизированная версия iBootloader. Этот код очень важный, потому что он ставлен в mask-ром, когда его строят. Это, наверное, самый trusted код, который может работать на твоем телефоне. Главная цель SecureROM – это взять картинку из Flash для всего bootloader iBoot и взять это и вставить в память. Так что это очень просто, но он проверяет много подписей и тоже дает нам возможность recovery сделать, который называется DFU. Эта функция нам дает возможность переначать телефон, если он не работает, или полностью поменять фирмой на телефоне. Можно войти в эту моду, когда ты включаешь телефон, используя специальную комбинацию на телефоне. Я тоже буду говорить много насчет SecureBoot во время этого доклада. iOS был пионер в SecureBoot и, наверное, эта проблема была самая длинная, давняя проблема, которая в SecureBoot находится. Каждый раз, когда вы открываете картинку в SecureBoot, будет валидировать эту картинку, кроме на первом айфоне. Это единственный айфон, который не делает этот анализ. Так что это первый враг для jailbreak, и все jailbreakers хотят перейти через это. Так что DFU протокол — это достаточно простой протокол, который был имплементирован через USB. Цель этого протокола — это чтобы получать данные от хост, и он сделан так, чтобы было очень просто использовать. Очень простая инфраструктура. Можно его использовать, посылая информацию к аппарату, к устройству, и потом устройство вам проставляет информацию обратно. Например, вы можете сказать устройству, а путирует в картинку, которую вы хотите. Есть несколько пути выйти из DFU, например, DFU-порт. И что это сделает? Это реинитализирует с нуля. Так что этот протокол, он имплементирован через USB. И я сейчас пройду через что такое control transfer. В принципе, это используется, чтобы посылать команды от хоста до аппарата, до устройства. Так что можно послать данные с твоей request или попросить устройство, чтобы он тебе послал обратно данные. Так что нужно, чтобы хорошо USB-анимирация прошла, нужно несколько специфических пакетов. И каждый контроль процесс начинается с setup packet. Начинается с B-requests. Это индекс, который нам говорит, какой тип request он просит делать. И дополнительные информации, которые мы будем смотреть. Самое интересное здесь это W-length. Это самое интересное, потому что W-length имеет фазу, которая называется data phase, где хост будет посылать аппарату кусками информацию. И как я говорил до этого, это как этот механизм, который дает вашему хосту посылать файлы к аппарату DFU. Но если вы будете специфировать в сторону, куда данные будут идти, и можно играть тоже с максимальной дистанцией, максимальное количество информации, которые ты будешь посылать через этот трансфер. В фазе трансфера данных размер пакетов, которые посылаете, будет между 8 и 64 байтов, зависимо от скорости USB подключения. Как только трансфер закончится, будет новая фаза, как называется status phase. И новый пакет будет послан, чтобы сказать, что трансфер закончен. В стаке USB iBoot временный buffer будет создан во время локации USB, и данные будут memcopy каждый раз, когда информация получается на ваш аппарат в правильное место. USB и DFU работают вместе, потому что как только вы вставляете ваше устройство в DFU, USB включается, и как только вы включаете, будет временное место, buffer, который будет включен. Как только контроль-трансфер создавается, pointer к этому бафферу будет скопирован в глобальный variable, который использует USB-стак. Когда вы выходите из DFU, этот баффер выпускается, и мы как раз приходим к интересной части, которая это наш баг. Когда мы чистим этот баффер, глобальный variable, который мы используем для этого баффера, не чистится. И что происходит, это то, что можно иметь vulnerability use after free. Так что я вам сейчас объясню этапы, которые нужно, чтобы найти этот баг. Мы начинаем с USB control request, который начинает data phase. В следующей этапе мы останавливаем перевод данных, и потом мы посылаем социальную команду, которая называется DFU abort command, которая отключает USB-стак и выходит из DFU. потом устройство пробует пойти обратно в DFU, и там будет проблема, которая создает условие, чтобы DFU опять открылся и началось. И что произойдет, это то, что DFU опять открывается, начинается, но если мы посылаем данные в это время, которые мы посылаем с memcpd, мы будем использовать тот же самый пойнтер из предыдущего пакета, который мы использовали в ранней DFU фазе, и как только это происходит, данные будут перезаписаны сверху одного пойнтера. Чтобы практически это создать, нам нужно иметь много контроля на USB. Little Lalo, что они сделали, это использовать Arduino с USB Shield, чтобы иметь полный контроль. Акси-максис, их манера была использовать USB на macOS, чтобы остановить перевод в среднем пути. Второй вариант, он не детерминистик, и с этим вы можете знать, если атака случилась, правильно произошла или нет. Даже если каждый раз не получается эта атака, мы все равно можем иметь атаку, которая работает, что мы проверяем каждый раз. Это картинка одного из первого теста, где вы можете видеть, как мы это сделали. Так что все равно там есть лимитация. Если вы будете пробовать эти этапы делать на вашей стороне, ничего не случится. Кроме, если вы будете специфические аппараты использовать, которые имеют A8 или A9. И в этих аппаратах есть баг в DFU-аборте. У USB-стака есть свой собственный процесс, чтобы смотреть на переводы данных. И что Сигуза заметил, это то, что USB-стак не останавливает доступ к этому месту. Так что будет лик, даже если восстанавливается DFU. С этим лик мы можем переписать то, что находится в нашей памяти. И что мы можем делать, это мы можем вставить информацию, которую мы хотим, в registers. И мы можем поменять информацию, которая там. Так что UseAfterFree, что это делает? Это использует процесс, который уже включен, который уже работает. И он переписывает. Когда вы уходите с этого процесса, оригинальные регистры будут переписывать сверху вашей коррупции. Но зато Tasks у них есть свой собственный лист, где они выбирают следующую задачу. Так что вы можете создать ненастоящую структуру для задач. И вы сможете поставить эту ненастоящую структуру задач, что так бы сделать, чтобы она пришла к этому ненастоящему Tasks структуре. И так мы можем иметь наш собственный код, который работает в этом случае. 32-битные ROM, часто популярная стратегия, A7, A10, A10, A11 и A11x не могут использовать эту стратегию, так как нет возможности использовать эту утечку. Потому что ROM недостаточно детерминистик, чтобы указать буфер с измененным адресом каждый раз при инициализации USB стека. Поэтому необходимо разбить этот детерминизм, чтобы получить нормальный UAF сценарий. Аксимекс посмотрел на имплементацию Secure ROM и понял, что HIP еще имеет одну дыру. HIP фэнкшуи, так называемое, мы должны управлять на контроль примитивов аллокации. USB трансферы основаны на структуре аллокации на HIP. Многие USB трансферы могут происходить в одно и то же время. Например, если вы запрашиваете данные от девайс, и если хост не дает добро, что данные дошли, девайс будет в режиме стендбай. Это дает нам возможность позвать malloc и отстранить по времени освобождения памяти, пока все условия очищены или USB стек отключен. Некоторые аллокации сохраняются в DFU. Некоторый баг режима машины в USB стек может быть абьюзен для того, чтобы аллокации сохранились между разрушением и пересозданием USB стек. Стандартный девайс в хост реквесты по USB, дистрактор этих реквестов посылает пакет длины ноль, когда запрос выполнен или USB стек отключен. Проблема с этим, что USB стек выключается, и пакет нулевой длины никогда не отправлен. И так называемый ликт. И этот лик может быть пропущен с определенным условием. Мы видим, мы можем использовать этот лик, чтобы организовать режим HIPAA и получить ту зону того размера, дыру того размера, которое нам необходимо для malloc, чтобы положить буфер для следующей аллокации. Каждая структура USB запроса содержит функцию указателя на callback, который будет выполнен. В более старых устройствах, например, A7, эта техника не работает, так как проблема, утечка всегда срабатывает для всех USB запросов. Но на самом деле мы достигли ситуации checkmate, шахмат, когда у нас есть исполнение кода, и мы хотим разработать bootkit, чтобы продолжить с этим. Как мы разрабатываем bootkit? Мы можем исполнять код в Secure ROM в режиме Defue, и наша цель — загрузить устройство вручную и скомпрометировать каждую стадию процесса загрузки. В конечном счете bootloader загрузит ядро в память и попытается зайти в точку начала. Наша цель — запатчить ядро в этот момент времени, потому что оно полностью в режиме записи и чтения. Это немножко непросто, особенно если мы хотим поддерживать многие устройства. Мы будем использовать способ, который называется boot trampoline, припрыжка, который посылает CPU режим назад в состояние ресета. Предыдущий имидж удаляется в случае, если ROM не разрешает доступ. MMU выключен, все регистры установлены на 0, включая регистры, такие как X18, которые из-за ABI ограничений никогда не используются нормально. В этом есть еще одна проблема — курица и яйца с трампулином. Оно удалит статус, текущий статус bootloader. Поэтому оно должно быть перемещено с bootloader в другое место памяти, которое не удаляется полностью. Регион памяти, который используется для этого, мы можем в этом случае положить Secure ROM в SRAM и изменить TTB0, чтобы перемепить дельту ROM. На некоторых устройствах 512 килобайт области могут быть использоваться для этой цели. Полный ROM может быть переложен туда, на других. Дополнительно к этому нам необходима еще одна область, где мы положим наш Shell-код. Мы все еще привязаны к свободной SRAM памяти. Может быть, мы можем сделать нормальную загрузку, которая инициализирует SRAM. Также нам необходимо найти область, чтобы положить Shell-код. Может быть, возможно, использовать DRAM, который не инициализирован в то время, как Secure ROM работает. Первый уровень bootloader отвечает за инициализацию DRAM. Проблема с DRAM — iBoot удалит большие порции DRAM. Но мы нашли Workaround, привязывая B0 и обнаруживая перекрывающие секции с нашим Shell-кодом. Если да, то B0 полагается как NOB, не операция. Когда хук трамполина и B0 хук в своих местах, мы можем исполнить, мы можем достичь следующей инвокации трамполина, запустить эти хуки снова при следующей загрузке лоудера. В конечном счете bootloader готов. В нем ядро готово, и трамполин будет использовать, чтобы включить эту входную точку. На устройство, где AL3 есть Secure Monitor, входная точка использована вместо того. И аргументы ядра и входная точка передаются в области туда, чтобы быть загружены в AL1 через SM. Сейчас мы получили возможность запатчить ядро. Но проблема, что разные девайсы, разные устройства и версии, пары устройств и версий, безумная стратегия, которую можно было бы здесь использовать. Поэтому мы не используем ее. Из-за того, что мы запатчили трамполином, мы получили исполнение кода во время точка времени без MMU или кэшинг активировано. Это становится очень медленным из-за количества доступа к памяти. Мы применяем old-school патч-ядра, KPP и KTRR, но они не составляют проблемы здесь, так как существуют патчи, которые инициализируют их, начиная с iOS. VMA Protect, VM Fold, Enter, IMFI, проверка доверенного кэша, Sandbox, MIFC, Hooks, Mount, TPF0, APFS и так далее. Только патчевание ядра недостаточно. В тот момент, когда ядро загружается, нам необходимо сохранить контроль над исполнением кода в User Mode, чтобы подготовить режим Jail Breaker. Мы могли бы установить небольшой RAM-диск в наш Shell Code или в нашем Shell Code, чтобы хакнуть исполнение кода EL0 и пропатчить дерево устройства и аргументы загрузки ядра. Здесь эффект, результат подчевания ядра. Спасибо. Мы начали исполнение кода Secure-ROM. Теперь мы пробрались до User Mode, исполнение кода в User Mode EL0. Но наш RAM-диск должен быть достаточно маленьким из-за перформанса. DFU-трансферы, которые не очень быстрые, должны ждать несколько секунд при загрузке данных. Поэтому нам надо... Мы написали динамический линкер сами. Он производит mount user файл-систем, пользовательской файл-системе. Мы используем syscall 3, чтобы произвести mount реального рута, реальной файл-системы root, на вершине нормального рута. Рут файл-систем, файловая система рута на данном этапе только для чтения. И нам было бы интересно оставить ее в этом режиме до того момента, когда юзер решает изменить это. Нам необходимо скопировать пару файлов для того, чтобы получить shell и разрешить пользователям установить package manager, если они хотят сделать это. Поэтому нам необходим private var partition, чтобы он был доступен. hook execution, исполнение hook на раннем этапе в процессе бута, но дальше, но позже, достаточно поздно, пока включен режим защиты. Нам необходимо объединить mounting в маленьком DMG над юзер lib exec. Можно таким образом переписать системные демоны. Мы выбрали sys-status-check, так как он работает на системном уровне, и мы сейчас можем позволить launch-d продолжать загрузку с помощью исполнения оригинального демона. И теперь мы можем использовать fork до того момента, чтобы загрузить код, чтобы исполнить наш код, когда система запускается. Подождать до USB MUX, пока он включается, подождать, пока хост загрозит DMG, где все необходимые утилиты. И таким образом мы можем получить jailbreak на любом айфоне, на котором эти уязвимости присутствуют. Когда Springboard, когда вы видите значок Springboard, когда он запускается, вы видите значок CheckRane. У нас есть планы на будущее относительно этого. Мы хотели бы сдвинуться с этого проекта от классического jailbreak для обеспечения iOS-версии Clover. Полностью Custom On-Boot Kernel. Понго ОС, модулярный, супермаленький пре-бут исполнительный, environment-исполнение для 64-битной архитектуры AA-Arch64. CheckGrine kernel-патчер уже адаптирован к Pongo-модулю. Это разрешит людям использовать инфраструктуру, чтобы использовать разные дополнения и найти проблемы безопасности. Спасибо за хороший доклад. К сожалению, у нас мало времени, но мы попробуем что-то. Вы знаете всю процедуру, устраивайтесь вокруг микрофонов. Есть вопросы из интернета. Как был этот эксплойт исследован? iBoot активный исследование. Был такой баг, который был обнаружен несколькими людьми. XMX нашел этот баг и его, и он был пропатчен Apple, потому что USB-стэк используется и с CQ-ROM, и между iBoot. И затем они пропатчили новый CQ-ROM. Поскольку это было пропатчено, я не знаю, есть ли еще баги в iBoot, но попробуйте, ткните меня палочкой, если найдете что-нибудь. Привет. Отличный доклад. Я видел хорошую работу. Ребята, молодцы. Мой вопрос сегодня. Примерное время CheckRain версии под Windows. Да, мы работали очень сурово над этим, чтобы это сделать на macOS. Скоро будет Linux релиз, и к концу года мы, наверное, выпустим. И также работаем много над версией на Windows, и уже получили несколько достижений. Мы уже... Я думаю, это будет уже в течение нескольких месяцев. Розы красные, небольшой стих. Очень хорошо все сделали. Где можно найти исходный код? На данный момент CheckRain — это закрытый исходный код, но, может быть, это может быть изменится временем, и я думаю, что Pongo iOS будет одной из первых вещей, которая может быть доступна с открытым исходным кодом. Мы оцениваем это примерно к концу следующего года, это будет полностью open-source. Следите за моими апдейтами на твиттере. На время на твиттер. Спасибо. У нас закончилось наше время. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok